Среда, рабочий день, но на первой дачной неспокойно, стихийный сход местных жителей. Завидев камеру, народ наперебой, говорит о наболевшем. Пойдешь просто в кровь, драки такие, кровавые мордобои. И довольно часто полиция сюда приезжает. По поводу шинка могу сказать, что его надо немедленно закрывать. По поводу елок, которые вот эти голубые елки все сожгли, пекут там пышки и на все объекты распространяют их. Вот это тоже нужно закрывать. Клумбу у нас убрали, воды почему-то не стало поливать ее. В песке гадят все подряд, кому не лень, дети играют в этом песке. Мы к кому только не обращались, это бестолкание. И прокуратуру, и милицию вызывали, и полицию нашу, всех. Никто нам помочь не может. В администрацию района обращались? Нет, обращались. В администрацию. Отписываются, я сейчас скажу. Что значит столики, если там стоят столики, значит это положено. Молодежь ходит, а ребятишки. Вы для чего сделали вот эту площадку? С какой целью сделали эту площадку, чтобы поставить вот этот пивной ларек? Шинок на первой дачной – одна из главных проблем. Его закрытие жители добиваются не первый год. Питейное заведение не сдается. С активистами идем внутрь. Пожалуйста, лицензию покажите. Договор купли-продажи. 15-й год. 15-й год. Кому? Владелец кто? Общество с ограниченной ответственностью. Начало. 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 Руководитель Кулинов. Вы же тут как бар были, а теперь как точка общественного питания. Где у вас лицензия, как точки общественного питания? Да, встали. Так, пожалуйста, снимайте. Свидетельство о государственной регистрации права, копия решения ООО «Начало». Ну, это что собственность здания. Нет ничего, да? Как же вы торгуете тогда? Необходимую в таких случаях лицензию нам так и не показали. Внутри шинка стойка и стул. Барный минимум на месте. Торговлю алкоголем ведет ООО «Развитие Плюс». Его директору Екатерине Жутовой не впервой сталкивается с народным возмущением. В августе прошлого года взбунтовались жители Схим, где в одном из жилых домов на танкистов открыли трактир. Госпожа Жутова удивлялась, чем же так недовольны ее новые соседи. Ну, во-первых, к нам никто не подходил. Я не спрашиваю, на каком основании мы открылись. Они просто решили, что мы здесь незаконны. У нас есть все документы. Без документов нам никто лицензию не выдаст. За два дня работы, извините, мы никак не могли ни нашуметь, ни накидать бочков, как они говорят, не валяться пьяными компаниями тут. На Схи на встречу с жителями приезжал главный городской полицейский Андрей Чепурной. Людей в погонах очень ждут и на первой дачной. За всегда темпетейного заведения там пока раздолье. Сквер с лавочками. Красота. Здесь заходят сюда, выпили, все и выходит. Какие претензии? Нет, никаких претензий. Когда была с той стороны, другое дело. А здесь все нормально. Вышли и ушли. Здесь детской площадки нет? Какие претензии? Это вот вы пришли более-менее. А так вы сейчас бы увидели, как пьяные из этого бара уже лежат и отдыхают на этих лавочках. День добрый, молодежь. Уважаемые люди, а можно вам один комплимент задать? Постегиваем вопрос. Комплименты задают, комплименты говорят. Задают вопросы. Уважаемый чувак, вы такой ошибкой грамотой. Почему вы же не в Думе? В Думе в городской. Депутат Евгений Чернов. Шинок, который мешает всем. Надеюсь, что совместно с МВД, с Министерством экономического развития удастся все-таки ее закрыть. Потому что не было ни одной встречи, чтобы не жаловались на нее. Но когда весь микрорайон, 10 тысяч жителей против этого, я считаю, необходимо к этому прислушиваться. А владельцы, они просто плюют в этом случае, владельцы данного шинка плюют на власть, плюют на жителей. Это не есть хорошо. По словам жителей первой дачной, проблемы микрорайона одним шинком не ограничиваются. Люди требуют нормального благоустройства сквера с поливом и освещением. Вот согласно этого плана, вы обладите внимание, тут клумбы, вот это вот белое пятно. Это вот вместо этого должен стоять у нас павильон легкий, из конструкции, для продажи безалкогольных напитков, титро там и так далее, мороженое. На период только лета для детишек. 40 лет за этим домом улица лесная. Она все время не асфальтирована. Всю грязь луговой вытаскивает на параллельную улицу. Дальше тротуара практически нет. Освещение, были деревянные столбы, добился, что поставили железобетонные столбы. Но поставили только один фонарь. И люди, когда паводок или снега таяние, идут по так называемому тротуару по щиколотке в воде. И в темноте. Вы же знаете, что зимой рано темнеет. Тротуары – общая тема для всего Саратова. Массовый ремонт обещают начать уже в этом году. Еще одна просьба – обустроить пустырь между многоэтажками. Проблеме тоже не один год. Внутри данного микрорайона есть огромная пустая площадка, в которой, с одной стороны, чиновники хотят, чтобы там появился детский садик. Местные жители, когда с ними общаемся, они хотят, чтобы там был разбит красивый хороший сквер. И вот здесь мнения разделились. Конечно же, здесь на стороне жителей мы уже два года назад, год назад совместно, опять же, с администрацией, управляющими компаниями и, конечно же, с жителями проводили там субботник, депутатским корпусом выходили. К сожалению, будем констатировать это так, что спустя несколько месяцев его кто-то, а кто-то, наверное, это жители, приводит в определенную негодность. То есть там появляется снова мусор, и пока не удается победить вот эту вот борьбу с мусором. Свои беды жители Первой дачной связывают с работой районной администрации и ее главы Сергея Пилипенко. Чиновника просят изменить подход к работе с кировчанами. Они вообще забыли про этот участок. Надо вообще-то благоустроить таким образом, чтобы эта территория была созвучна тому скверу, который у нас где тысячи мелочей. Потому что просто обидно, что у нас остаток Петровской деревни здесь остался вместе с неудобными землями и так далее. То есть практически, практически каждую неделю проходит заседание при главе администрации по благоустройству. На этом заседании за несколько лет ни разу не был приглашен. Ни я, ни кто из наших жителей, чтобы дать конкретные предложения. Поэтому мы даем оценку действиям главы администрации на этом участке как неудовлетворительную. И я поставил перед ним вопрос, что если до 1 июля ничего не будет изменено, ничего не изменится по поводу реконструкции нашего участка, благоустройства его и так далее, создания комфортных условий жизни, мы будем собирать подписи за его отзыв с этой должности.